И всем привет, ребят, с вами Стрелинка, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами делаем обзорчик на одно уже из последних устройств на нашем спецаккаунте из Аркады, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать Грома на лечение, посмотрим как он себя проявит в рамках нашего матчмейкинга, посмотрим насколько он будет актуален, насколько он будет интересен, возьмем к Грому такую интересную довольно таки комбинацию, чтобы у нас и хилочка работала, и можно было где-то кого-то подстопить и нагнуть, я как уже сказал на своем спецаке, поэтому здесь у нас в принципе широта выбора вооружений есть, большая как и на основном аккаунте, возьмем вот такую вот комбинацию в виде Хантера Грома и дрона Гиперион, ну и отправимся в бой, посмотрим как работает Гром с лечением, реально ли на нем зарабатывать большое количество очков, ну и вообще как он себя покажет, ну а вы не забывайте поддерживать виду с лайком, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны, дабы мы как можно быстрее протестировали все уже устройства на как раз таки аркадную именно тематику, ну и заодно, конечно же не забывайте про тег создателя контента, в настройках игры всегда его можно установить. Так, ну и нас закидывает на стадион в режиме каком? Правильно, нас закидывает в CTF, что мы будем делать здесь в CTF? Будем стараться хилить тиммейтов, будем стараться их саппортить, ну и плюс дополнительно накидывать урон по противнику, посмотрим что из этого выйдет. Меня тут закидывает с Пашей, он пишет сразу, что устройство на лечение топ, сразу вам, как говорится, немножечко спойлерит о том, что на Грома устройство рабочее, ну и будем пробовать смотреть, что из этого получится, посмотрим, работает ли этот Гром со сплэша, есть ли возможность хила двух танков одновременно, или этой возможности нету от слова совсем, говорят, что сплэш как бы есть минимальный в упоре, но скорее всего этого сплэша будет недостаточно, чтобы мы как раз таки за счет него могли развивать наше лечение по двум типам сразу. Так, ну и у нас очень большое количество противников на Скорпионах, которые тут уже сводятся один за другим на всех устройствах со смерчами, ой, ужас, сколько урона влетает на таком расстоянии, ну ладно, попробуем, посмотрим, хотя бы вот так на хильчик поработаем чуть-чуть, постараемся еще в доставочку сыграть, надеюсь наши тиммейты сумеют тут вернуть сами флаг, я пойду, ой-ой-ой, я пойду на хилинг тиммейта. По урону на громе, здесь у нас получается дефолтный опачки, нету сплэша, а нету сплэша, вообще нет сплэша, ага, вообще нет никакого сплэша у этого грома, а в упоре есть минимальный, но это очень плохо, если честно, это прям очень плохо, я думал, что у этого устройства есть сплэш и такой более серьезный, которым можно прям плотно давать на хилку тиммейту, а тут надо прямо четко попадать в танк, чтобы этот хил срабатывал, но мы попробуем сделать доставочку, есть, с божьим, как говорится, чудом, но доставку мы сделали. Так, да, вот сейчас два танка рядом стояло, сплэш по ним прошел, но так, в целом, урончик не проходит со сплэша, но плохо, 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 немножечко не такого грома я хотел бы видеть, я бы хотел бы грома все-таки, чтобы тут и сплэш урон у него был хороший, чтобы можно было со сплэша тоже накидочку давать, ну а так, можно, конечно, на хилинг работу производить, но она получается не такая жесткая, то есть она как бы имеется, но не такая серьезная, не такая нагибаторская, ну и на такой карте, конечно, здесь у нас скорпионы противника просто очень сильно могут кошмарить, поэтому мне в моменте надо сейчас уже чуть больше сейвиться, потому что мы видим 2-0, по сути мы можем сейчас аккуратненько разыграть уже такую сейвовую темочку, только нам надо для всего этого дела подобрать флаг, ну либо сейвить флаг противника, чтобы у нас его не увозили, тиммейтов я особо не вижу рядом, кто-то сейчас попробует, может быть, подобрать флаг, повести, тогда можно будет подхилить тиммейта, ну и как-то уже попытаться разыграть это дело, так, спасатель у нас везет от противника, хилим тиммейта, хилим тиммейта, тиммейта, хорошо, полторушечку, с полторушечкой, конечно, на хилинг, ну неплохо выглядит, по крайней мере, это, здесь еще учитывая тот факт, что я не на кризисе, а с гиперионом, единственное только, видите, не каждый выстрел проходит по тиммейту, то есть даже как-то, ну вот, без наводки, но попасть не так просто, да, то есть если бы можно было бы постоянно легко попадать еще бы в тиммейта, то было бы, наверное, попроще, а так в моменте попасть тяжеловато, из-за этого есть своего рода проблемки, так, не успел я выхилить, бомбочка от противника, добить, 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 ой-ой-ой-ой, так, надеюсь, что Паша сейчас поставит, доставочку оформит, два флага у него перед ним, а скорее всего доставка есть, мы уже 3-0 повели, ну нормально пойдет, 260 очков у меня, единственное вот, что мне радует с этим громом, то, что у вас есть возможность и хилить тиммейтов, и нормальный урон вкидывать, то есть у вас урон дефолтный грома, то есть не режется никак урон, только у вас при этом еще есть дополнительная возможность лечить своего тиммейта. Шафтом, мне кажется, кстати, лечить попроще, чем с этим громом, да, там урон проходит постоянно, но урона с грома на хил будет больше, да, но на дистанции, я думаю, что шат все-таки себя будет лучше показывать, за счет того, что у него стабильно проходит урон, то есть если бы здесь был бы еще бы сплэш лечения урон, то гром был бы явно лучше шафта, а то, что здесь сплэш урона нету лечения, то, ну такое-се, такое-се, не так круто, не так жестко, я бы сказал бы, пробуем доставочку еще одну оформить, этот хилинг шафта залетает потихоньку, ну и особо противник даже никакую накидку не делает, мы доставляем четвертый флаг, благополучно, закономерно четвертая доставочка залетает в нашу копилочку, ну и можно попробовать даже чуть-чуть на базе противника, тут, блин, хотел захилить тиммейта, но в очередной раз не попал, да, попадать, конечно, шафта с этого, ну не так просто, да, но хорошо все равно, работает, 400 очков у нас есть, две доставочки я лично сам сделал в рамках этого боя, ну и Паша тоже, вот видите, с горового на лечении играет, тоже дополнительную накидочку производит, так, есть возможность еще одной доставки, попробуем ее оформить, попробуем, попробуем, ой-ой-ой, как хилинг залетел, еще у нас поздоровается молодой человек против, я не доставил, так, пошли, Пашочек доставил, хорошо, 5-0 видео, каточка может быть даже с досрочкой закончится, попробуем здесь поставить просто под стенкой, но вот автонаводки нету, телефона 100% с этим громом по тиммейтам попадать намного будет проще, чем на компе, поэтому может быть что-то со временем поменяет в этом плане, но пока что этот гром немножечко, ну, тяжеловато, тяжеловато накидывается, и не все так просто, как хотелось бы, но в любом случае хилинг работает, и если у вас, например, нет шафта с лечением, а есть гром с лечением, то его можно неплохо так реализовывать, только противник у нас делает доставку, 5-1, 485 очков за полбоя, за полбоя у меня 500-ка, то есть, грубо говоря, на стадионе я с такой комбинацией могу с гиперионом тыщенку заработать, если это реально так, то это очень неплохо, это очень неплохо, еще бы автонаводочка была бы хорошая по тиммейтам, было бы, конечно, тогда бы вообще все максимально шикарно, ну, а так автонаводочки у нас дополнительной нету, дополнительная только по мне, урончик залетает, не кислый такой от противника, а автонаводочки контентовой, к сожалению, нету, 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 а вот была бы она бы, было бы прям максимально круто, так, попробуем здесь встать, доставочку, чуть-чуть, паху отличим, мы попробуем здесь выжить, сводки залетают одна за другой, пробуем накидать урона, спасателя сбили, но дальше уже уничтожить не смогли, два флага, можем, в принципе, сделать досрочку в этой катке, надо просто страховать тиммейтов, противник особо сильно под увозы не рвется, больше стоят ребята кемпят, поэтому у нас в теории есть возможность на доставочку, и под стеночку, отлично, сводка залетает, ух, еще и вторая сводка, но я все равно доставляю, есть контактичек, есть контактичек, так, ну и у нас уже 600 очков, 6 минут до конца, попробуем кого-нибудь вылечить, нет, получится, не получится, попробуем тогда повести еще один флажок, ну, и попробуем, наверное, шире взять, возьмем шире, возьмем сюда, если что, наши тиммейты могли здесь тоже флаг подхватить, ну и если что, я мог уже кого-то подхилить, о, паха, через центр полетел, на агрессичах надо было аккуратно под стеночкой, чтобы мы наверняка везли, он решил агрессивно через центр, да, конечно, через центрик урона, залетает, прям супер много, поэтому давайте аккуратненько повезем, на дабл хилинге, так сказать, ну, у меня сводка залетает, попробует он сам доставить, сумеет ли доставить, да, есть доставочка, за 10 минут на стадиончике, в 2 грамма с лечением, просто затушили каточку, вот так вот интересно получилось, ну, в целом, что я могу сказать, по ощущениям гром, ну, неплохой, да, только вот единственная проблема, то, что, если карта многоярусная, то здесь по тиммейту попасть, ну, тяжеловато, да, чтобы его захилить, и чтобы этот гром работал, прям на максимальную мощность, да, в этом плане, шафтом, все-таки попадать проще, и, мне лично кажется, что, ну, шафт будет интереснее смотреться, но, другой вопрос, есть ли у вас этот шафт, если у вас, например, нет шафта, а есть гром, то можно использовать его, и хорошо хилить, на маленьких картах, я думаю, что на ровной платформе, там гром будет идеально работать, и тогда, с его домашкой, с его хилингом, может даже быть лучше, чем шафт, но на дистанции, шафт все-таки будет интереснее, как по мне смотреться, пишите, что вы думаете, по поводу этого грома с лечением, если он у вас, и если вы на нем катали, то можете вообще там, полностью написать, все свои мысли, как вам вообще он нагибает, не нагибает, понравился, не понравился, поддержите обязательно данный видос лайком, если он зашел вам, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, мой личный тег это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше, на 1 миллион кристаллов, и на 30 тысяч там коинов, вся информация по розыгрыше, есть в описании, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok